В сегодняшней картине событий не менее важна дипломатическая линия. О Сирии говорят в Совете Безопасности ООН. Россия настаивает на неотложных действиях по правилам мирового сообщества и в его же интересах. По словам главы нашего МИДа, группировка «Исламское государство» может обладать элементами оружия массового поражения. Из Нью-Йорка в прямом эфире к нам присоединяется наш корреспондент Анатолий Лазарев. Анатолий, здравствуйте. Что сейчас обсуждают в штаб-квартире ООН? В штаб-квартире ООН сейчас проходят параллельно два важнейших события. Это Генассамблея ООН и заседание Совета Безопасности. На Совбезе председательствует Россия. Глава Госдепа США Джон Керри, выступая на этом заседании, заявил о поддержке Вашингтоном решения Москвы оказать военную помощь официальному Дамаску. Ждать больше нельзя, сказал глава Госдепа. США поддерживает любые усилия, направленные на борьбу с ИГИЛ, если недавние действия Российской Федерации и те, которые проводятся, стремление победить эту организацию. Мы готовы поддержать эти усилия и увеличить военный натиск на ИГИЛ. Глава Российского МИДа заявил, что Москва готова представить свой проект резолюции по координации всех действий для борьбы с исламским государством. Ранее на Генассамблее с инициативой составить такой документ выступил Владимир Путин. Российский министр предложил задействовать для противодействия боевикам потенциал ООН. Как подчеркнул Лавров, террористы ИГИЛ могут обладать элементами оружия массового поражения. Так что неотложные действия в интересах всего мирового сообщества. Считаем также необходимым включить исламское государство в качестве отдельного фигуранта антитеррористического санкционного списка Совета Безопасности ООН. Промедление в решении этого очевидного вопроса становится контрпродуктивным с точки зрения эффективности контртеррористических усилий нашей организации. Призываем более настойчивый предмет на противодействовать угрозам, исходящим от иностранных террористов-боевиков. Нужно срочно сформировать единую базу данных, содержащую сведения о них, разработать дополнительные механизмы обмена информацией об их перемещениях и упрощенные процедуры их передачи. Без извлечения уроков из трагических для региона ошибок и авантюр последних 10-12 лет мы не сможем преуспеть. Главный урок. Любые односторонние действия губительны. Нужны коллективные, согласованные подходы, скрепленные решениями Совета Безопасности. О правильности российского подхода и готовности сотрудничать с Россией в вопросе разрешения сирийского кризиса говорил на заседании Совбеза и министр иностранных дел Франции. А вот министр иностранных дел Китая в своем выступлении особо подчеркнул, что грань между международным посредничеством и невмешательством во внутренние дела Сирии должна четко соблюдаться и предложил созвать встречу с участием представителей всех сирийских сторон. Китай призывает позитивно изучить возможность созыва Женевы-3, чтобы возобновить содержательный процесс без предварительных условий и с участием всех сторон. Будущее и судьбу Ближнего Востока должны определять народы стран этого региона. Нельзя навязывать извне другие модели разрешения ситуации, не учитывая специфику региона. Показательно то, что едва Владимир Путин уехал из Нью-Йорка, основные тезисы его выступления на Генассамблее в том, что касается международной безопасности и борьбы с терроризмом, зазвучали в речах иностранных политиков. Причем речь идет не только о представителях тех стран, чьи позиции по этим вопросам обычно близки к российским, таких как Китай. В похожем ключе здесь высказываются даже представители стран НАТО. Вот что, к примеру, сказал на заседании Совбеза глава МИД Испании. Я приветствую усилия всех стран. Если у нас есть общий враг, мы должны работать сообща. Нам нужно победить террор везде, где он имеет место. Нужна международная координация, нужен межконфессиональный диалог, необходимо обеспечить верховенство права. В нашей делегации на Совбезе ООН прокомментировали информацию западных СМИ о том, что российская авиация якобы наносит удары пожилым кварталам сирийских населенных пунктов. В интернете уже даже размещены якобы подтверждающие это видеоролики, естественно, неизвестного происхождения и невнятного содержания. Пресс-секретарь российского МИДа заявила, что появление этих сомнительных роликов сюрпризом не стало. Не успели развернуть операцию, как уже в социальных сетях, в твиттерах опубликованы фотографии якобы имеющихся жертв. Мы все прекрасно знаем, как снимаются и как делаются подобные кадры. Это поражает скорость, с которой все это было подготовлено. А знаменитый фильм «Хвост виляет собакой» — это, в общем-то, наглядное учебное пособие по тому, как подобные вбросы делаются. Ну и в продолжении этой темы, надо сказать, что ООН несколько минут назад официально признала, что ее сообщения о якобы жертвах средимирного населения в результате российских авиаударов по позициям боевиков в Сирии были основаны исключительно на сообщениях СМИ и НКО. То есть, по сути, ООН распространила непроверенную информацию. Также надо добавить, что примерно через 15 минут должны состояться двусторонние переговоры главы российского МИДа Сергея Лаврова и гостика США Джона Керри. Лавров и Керри сегодня с утра уже провели переговоры по телефону. Подробности той беседы неизвестны. Но Керри в интервью телеканалу CNN заявил, что предложения Владимира Путина, высказанные на Генассамблее ООН, открывают новые возможности для сирийского урегулирования. И Керри прямо сказал, что Вашингтон больше не настаивает на немедленном отстранении от власти президента Сирии Башра Асада, что еще недавно было обязательным американским условием и, соответственно, камнем преткновения на переговоры. То есть Белый дом, по сути, признал то, о чем Владимир Путин говорил с самого начала. Подход США контрпродуктивен. И, кстати, об этом же сегодня на заседании Генассамблеи ООН говорили и многие главы государств. Виталий. Анатолий Лазарев в прямом эфире из штаб-квартиры ООН. Анатолий Лазарев в прямом эфире из штаб-квартиры ООН nightmare. Продолжение следует...